Доброго дня, друзья мои! Вы на канале The New Woman. Сегодня смотрим и обсуждаем, какие новые актуальные образы можно создавать с неновым пальто. И начнем мы вот с такого длинного шарфа. Его можно носить под пояс или ремень, а также сумка кроссбадзи и микс принтов. Или просто взять и заменить пояс на ремень и вот так его завязывать, как показано на этом фото. Смотрим, как завязан ремень близко и как остроумно реализована идея многослойности. Следующий блок будет посвящен Ральфу Лорену, его образом разных лет. Здесь вы видите один из самых любимых его приемов. Это белый цвет плюс немного черного цвета в портретной зоне для создания свежего, аристократичного и изысканного образа. Вместо белого можно взять молочный. Как вам такая идея? Здесь образ разных лет, он практически всегда использует этот прием. А в начале этого блока были образы осени 2019-го. Это явно ретро-образ. Смотрится очень изысканно, очень аристократично. Можно использовать банты, блузки с жабо, валанами, рюшами. Вот как здесь, например. Посмотрите, какая пена из, видимо, валанов или кружев. Очень интересный прием. А как вам идея повязать шелковый шарф или платок в крупный горох? В сочетании с шляпой, крупными серьгами и миксом принтов смотрится очень изысканно. Это может быть черно-белая гамма или, как вот здесь, винный белый. А здесь сочетание элегантной шляпы и крохотного бантика. И все это выдержано в одной цветовой гамме. Смотрится очень мило. У Майкла Корса есть та же самая идея, но сами образы не столь элегантны, как эти ретро-образы. Или вот, например, этот шарф и брошь. А вот это вообще что-то уникальное. Посмотрите, в шлевке продеты шарфы и они завязаны бантами на спине. Если у вас есть пулловер, свитер такого же тона или близкого тона, как и ваше пальто, почему бы его не завязать, этот пулловер или свитер, вот таким вот образом? Требует определенной смелости, но это актуально, модно. А сейчас мы приступаем к следующей части нашего показа, где задействованы меха. Вот как здесь, например, это муфта. Или вот такой воротничок, это ретро. Но точно такая же идея в актуальных образах этого года. Искусственный мех немного работает, и, пожалуйста, у вас появляется вот такой вот меховой воротничок. С помощью меха можно закрыть кое-какие изъяны или потертости на пальто. И придать ему новый актуальный вид. Поясные сумки. Изготовленные, может быть, это пряжа, может быть, это мех. Смотрите, то есть вот пояс, и на поясе вот такая вот меховая сумочка поясная. Это легко реализовать. Искусственный мех легко найти. И смотрится очень мило. Из пальто можно сделать куртку. Или добавить меховой воротник. Кстати, вещь преображается от замены одного меха на другой, или просто добавления меха. Мне очень нравится вот этот прием платок и шляпа одного цвета. Напишите в комментариях, нравится ли вам такой прием актуализации своего образа. Причем присутствуют элементы даже спортивного стиля в этом образе. Ну, и просто меховая сумочка. Мы много видели уже образов с меховыми сумками. Почему бы нам уже самим не изготовить такую сумку? В интернете много выкроек. Искусственный мех легко найти. И сделать что-то простое, или сложнее, в зависимости от ваших навыков. Ну, конечно, из натурального меха такая сумка смотрится изысканно. Но и из ненатурального тоже будет смотреться неплохо. А вот это, обратите внимание, сумочка, у которой отреставрирована мехом, ручка. В нашем показе, посвященном европейской моде, мы уже говорили о том, что если первым слоем надеть белое, а на белое свитер и брючки надеть пальто, то образы получаются такие свежие, непринужденные, очень легкие, беспечные. И мне захотелось еще раз напомнить вам об этом приеме. Попробуйте, если у вас есть белое, попробуйте надеть свое пальто с белым. Посмотрите на себя, на свое отражение, может быть, вам понравится. Вместо белого можно взять молочный цвет, светло-бежевый. Один из приемов использования элементов спортивного стиля. Это sweatpants и hoodie или sweatshirt, можно назвать. Вот так можно носить ваше пальто. И спортивная обувь. Получается непринужденный такой образ. Не нужно считать его молодежным. Вот на эти джинсы с дырочками не обращаем внимания. Мы же наденем нормальные джинсы. Мы берем идеи, то, что нам не нравится, мы просто игнорируем. И последним блоком сейчас пойдут просто образы, которые показались интересными. Здесь элегантные дамы есть, полные, худенькие. Есть на что посмотреть. Ну, все знают эту даму гренадерского роста. Вот можно использовать такие палантины, шляпу такой формы. Могут возникнуть вопросы, что это видео для пенсионерок, для женщин после 50-ти или, может быть, даже после 60-ти. А демонстрируют идеи молодые женщины. И даже есть элементы молодежной моды. Ну, желательно было, конечно, каждой женщине посмотреть, как будет выглядеть ее пальто. А еще лучше и себя посмотреть, как она будет выглядеть. Ну, это все уже индивидуальная работа, а мы берем чужие идеи и используем их. То, что нам нравится, мы пробуем на себе. То, что нам не нравится, мы игнорируем. И вот таким образом. Напишите в комментариях, что вам понравилось. Какие идеи вам захотелось реализовать. Или, во всяком случае, попробовать реализовать. Подписывайтесь на наш канал. На нем уже много есть видео, которые полезны женщинам 50+. Практичные, дельные советы. Масса новых идей есть, которые мы, конечно, будем реализовывать. Если вам это видео показалось полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Нам будет очень приятно. Пишите комментарии. Если у вас какие есть новые темы, напишите о них. Я внесу вашу тему в список тем наших постоянных зрителей. И по мере возможностей мы эти темы будем осуществлять. Вы будете видеть видеоролики, которые сделаны по вашим запросам. Вы смотрите дальше, а я с вами прощаюсь. Хорошего дня, хорошего настроения. Пусть этот день будет во всех отношениях удачным, легким, радостным. С большим нетерпением я жду ваших откликов. Это был канал The New Woman. Спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok